На регулярную жизнь без элементарных средств к существованию обречены жители микрорайона на Казанском шоссе. У них с регулярной периодичностью отключают электроэнергию, от которой зависит буквально все в их квартирах. Вся бытовая техника у нас на электричестве. Варочную панель не включить, не приготовить, не чай не сварить. Даже элементарно посуду не помыть, потому что насосы, которые дают теплую воду, они тоже на электричестве. Была запланирована на сегодня стирка. Не постирать, не чай попить, не приготовить, ничего нельзя сделать. Даже мы не могли приготовить себе ужин. То есть мы сидим голодные. Я вот пенсионерка, мне, например, по кафе ходить нет возможности. Электричество вырубается регулярно, как минимум раз в месяц. От полу дня до двух-трех дней бывают отключения. Работаю удаленно. Мне, как никому, тоже требуется электричество. Постоянно отключают электроэнергию. Постоянно это. В прошлый год на двое суток буквально нас отрубили от света. И вообще так плохо было, конечно. Иммуноглобулины здесь у нас хранятся. Есть такие свечи, которые хранятся при температуре от 2 до 8 градусов. Поэтому, естественно, конечно, если не прибегать к помощи генератора, то много можно потерять. Около трех десятков из разных домов обращения письменные лежат по поводу выхода из строя бытовых электрических приборов. В этом месяце такое отключение массовое всех. 12 числа было и сегодня. А так в течение недели два-три раза глубокие провалы скачки. Когда напряжение падает до нуля, через короткое время восстанавливается. Проблема уже носит хронический характер. Более 10 лет. Но этот последний год был самый трешовый. Потому что более 25 отключений. Вы меня извините за 10 месяцев. Микрорайон когда-то назывался и пока еще называется городок ФСБ. Потому что тут рядом Академия. Когда-то он считался, когда я вселялся сюда лет 20 назад, он считался престижным. Такой спальный тихий микрорайон. Зелененький. На сегодняшний день это уже... Мне сложно подобрать, так сказать, эпитеты, как его назвать. И причина здесь фактически единственная. Это изношенный до крайности высоковольтный кабель, который запитывает ТПшкой, находящийся на территории нашего микрорайона. Стоимость этого кабеля 40 миллионов рублей. Я как-то плохо себе представляю, что это сумма неподъемная для городского бюджета, учитывая, что страдают тысячи людей. У них портятся электроприборы домовые. Люди не могут на лифте подняться. Ну, люди в возрасте, да, особенно или там мамы с колясками. То есть вот это, на мой взгляд, это просто преступная халатность. Жители микрорайона направляли коллективные обращения в различные инстанции. В прокуратуру, в следственный комитет, в министерство ЖКХ, энергетики. Говорят, даже писали письмо президенту. Но проблема пока не двинулась с мертвой точки. В организации же, которая обслуживает злополучный кабель, инженерные сети, нас заверили, что сумма 40 миллионов, о которых шла речь выше, для них неподъемная. Есть тариф, который непосредственно РСТ дает, включает в себя траты, ну, плату за услуги по передаче электрической энергии, в том числе включает в себя по технологическому присоединению абонентов, также по ремонту капитальному текущему ТВР. Соответственно, те деньги, которые есть у ресурсников, они могут на это тратить. Другие затраты, скорее всего, РСТ просто-напросто не примет. С учетом того, что мы все-таки муниципальные предприятия, у нас своей инвестиционной программы как таковой нет и быть не может, потому что все-таки мы муниципальные. Поэтому мы позволить себе замену кабеля разово вот так не можем. Остается добавить, что в инженерных сетях нас уведомили о том, что уже запущен процесс по передаче кабеля на баланс ресурсоснабжающих организаций, которые, в свою очередь, смогут произвести его замену. Но это не точно.